Вот вы мне задаете вопрос, Юрий Николаевич, вот занимаясь вашими файлами тренингов, которые вы нам предлагаете, этим психологическим фитнесом, а зачем нам это нужно? Вот, например, чаще всего спрашивают, что такое ретикулярная информация, зачем это нужно? Ну, во-первых, про ретикулярную информацию вы посмотрите целый большой плейлист на моём канале, и это очень важная система, система коммуникации между нашим неокортексом и органами, коммуникациями между нашим неокортексом и реальным миром. То есть ретикулярная информация – это то, что привносит нам через сенсорные каналы вот эту информацию в неокортекс, информацию о реальном мире, информацию о нашем организме. И этот неокортекс эту информацию переваривает, создаёт образы, создаёт ту карту реальности, в которой мы живём. Поэтому, как говорится, не убивайте гонца за плохие новости, но часто ретикулярная информация нам присылает плохие новости. Почему? Ну, во-первых, средства массовой информации нам всё время подкидывают какое-нибудь дерьмо. И мы его осваиваем. Неокортекс – любитель этого дерьма, и создаёт ту карту мира, в которой вы живёте. И вы тогда говорите эти навязчивые мысли, как навозные мухи. Друзья мои, не разводите мух, не разводите вот эти нарративы из тех информационных потоков, которые несёт ретикулярная информация. А ретикулярная информация дура дурой несёт что угодно. А вы можете регулировать, поэтому первый важный тренинг – это просто тренировка ретикулярной информации. Раз. Второе. Ретикулярная информация нам несёт, мы уже только что сказали, всякое дерьмо из этой реальности. Дерьмо, которое у нас там внутри пукнули, рыгнули. И мы уже начинаем пугаться. Значит, важно, чтобы эта ретикулярная информация отсеивала, ну, как в интернете родительский контроль, так и мы ставим на ретикулярную информацию контроль. Какой? Ассоциативного ряда. У меня, вот она, радость восприятия. Я живу каждый день, как первый день. И у меня этот контроль. А остальное стараюсь не пачкать руки. И ретикулярная информация не пропускает. Значит, второе. Первое. Что такое ретикулярная информация? Её потренировать. Второе. Заставлять ретикулярную информацию фильтровать базар. Фильтровать вот эти новости, вот эту сенсорную поток грязи, который не пускаю я себе. Это второй ассоциативный ряд. Третий. Третий. Ретикулярная информация занимается очень важным делом. Она связывает наш мозжечок, который занимает половину мозга, с нашими мышцами. Их 400 штук. И она, ретикулярная информация, передавая сигналы, начинает контролировать, чтобы они, эти мышцы, правильно и адекватно двигались. Чтобы мы в этот реальный мир вписывались. Координация и баланс тела в пространстве. Это тоже заведует ретикулярная информация, связывая мозжечок с нашими мышцами. Вот эти важные вещи. Сама ретикулярная информация, ассоциативный ряд и координация. Вот этих три тренинга, они тогда помогут вам отражать этот реальный мир более-менее адекватно. А отражая, вы создаете в своей коре головного мозга, в неокортексе, тот внутренний мир, в котором мы живем. Ну, а это уже другая история, другие тренинги по формированию нашей карты реальности, по формированию наших нарративов. А сегодня мы сейчас поговорили про тренировку ретикулярной информации. Там три важных файла тренинга. Обращайтесь по скайпу, я вам что-то подскажу. На связи, друзья мои.